Наши бои, ну и конечно же от вас еще комментарий. Итак, комментаторы сегодняшнего вечера. Чемпион Муз ТВ 2021 Алишер Моргештерн. Одна эта пирожкова сам заберет. Братан, но все-таки тема пирожкова, она тебя немножко зацепила, я смотрю, в нашем предыдущем выпуске. Не только зацепила, но и ослепила, и до порога довела, но любви не дала. Братик, ничего себе ты тексты знаешь. Я знаю, у тебя свадьба скоро. Не думал, кого позвать. Тамадой, тамадой. Ты чего охуел? Ну что, приветствуем Алишера Моргештерна во втором выпуске Хардкор ММА. Как всегда, яркое появление, но я думаю, намного более яркие эмоции тебя сегодня ждут среди комментаторов. Потому что именно сегодня комментировать бои Хардкора вместе с Алишером Моргештерном будут два непримиримых оппонента. Это Чоршанбе Чоршанбиев и персидский дагестанец. Навалим аплодисментов ребятам. Мы надеемся, что скоро уже все заживут и наконец-то подерутся здесь, в октагоне Хардкор ММА. А пока можем пожелать вам удачи в ваших словесных баталиях. Что скажешь бойцам сегодня, как наставление? Ты все-таки же опытный ММА-щик у нас. Давай. Пожалуйста, без партера нахуй. На самом деле, ты в прошлом выпуске это отметил и осознал, что даже борьба может быть четкой, красивой, логичной и действительно творить лютые вещи. Много сил потратил, так я хорошо готов. У меня есть выгодное предложение к Моргенштерну. Поговорить, пожалуйста. Да, выгодное предложение есть. Предложение? На предложение я всегда готов. Выгодное для меня, но для тебя тоже. А, если для тебя, я не пойду. Для тебя с какой-то степени тоже. Ну пойдем. Мне нравится там тусоваться. Ну пойдем. Давай подеремся. Как предсказуемо. Слушай, в случае, если ты победишь, я готов с тобой бесплатно выскочить. Тебе гонорар большой, а мне, если я выиграю тебя, ты поменяешь формат своих песен на более правильный. Прости, он где с охраной придет? Мне пофигу. Ну давай, если я прихожу на бой с охраной, тогда пойдет. Хочешь с охраной приходи? Не, брат, ну камон. Ну я же чувствую, что никакого негатива здесь нет. Ну к чему это все? Ну, ты понимаешь, что ты разлагаешь народ? Не, не понимаю. Вот плохо, что ты не понимаешь. А ты понимаешь? Ты говоришь, что родители должны воспитывать детей. Да, я согласен. Но есть много детей здесь дома. Есть много детей, у каких, какие не поддаются воспитанию родителей. Ты, и вот такие, как ты, влияют на их деградацию в каком-то степени. К примеру. Знаешь, сколько наркоманов... Я клубняк какой-нибудь. Знаешь, сколько там наркоманов было? Ну а про что там? Клубняк, все про наркотики? Не все. Мне надо просто музыка. Я имею в виду наркоманов полно в моем окружении. Ты, конечно, говоришь, что мы там выросли. Да, какие-то личности вырастают. Ну, очень полно и деградирует. И надо поменьше к этому сподвигать людей. У меня все, в принципе. Я тебя услышал. Позадумайся, может, и реально... Спасибо, что адекватно. Спасибо, что адекватно. Что-то решишь умнее внести в наше воспитание. Ваше. Рад воспитывать бойцов. Я вот отец ребенка. Даже воспитанием тех же моих детей. Можно тебя на секунду, Алишер? Я тебе еще раз скажу. Можно без охраны подойти. Да, ты можешь с нами рядом постоять. Нет, я чувствую, что адекватный человек. Вот смотри, что я тебе скажу одну вещь. Вот ты сейчас говоришь ключевую фразу, что ты отец ребенка. Да? Вот я тоже отец ребенка. И мне не важно, какие песни поет он, какие песни поет Крит и кто бы то ни было еще. Потому что за воспитание своего ребенка несешь ответственность только ты или только я. Если ты не в состоянии или кто угодно из родителей объяснить, что это его сценический образ, то это их проблемы. Скажу на своем примере. Нет, 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 я тебе сейчас подожди. Насчет детдомовцев он прав. Нет, я тебе сейчас объясню одну вещь. Тогда воспитатели этих детских домов должны обращать внимание не на то, какие песни он поет, а на то, что этот человек собрал 110 миллионов рублей на операцию ребенку. Понимаешь? И стараться во всем пытаться увидеть не только что-то плохое, но и что-то хорошее. Понимаешь? И это и есть в каждом человеке. Я понимаю, я там собрал на операцию, но нужно соблюдать какой-то баланс. Можно деградировать целое поколение. Например, одного ребенка можно, конечно, поднять. Это тоже неправильно. Нельзя деградировать целое поколение. Это родители несут ответственность за деградацию целого поколения. И своих детей в первую очередь. И что наше поколение? Сколько тебе лет? 30. Вот мое поколение, 37 лет, старик, мы слушали группу Оникс, которая, мать его, пела «Если ты родился белым, тра...» И вроде выросли нормальными людьми. Ну как нормальными? Я поспорил, конечно. Я понимаю, братан, понимаешь? А я работал в морге, я санитаром в морге был. И я знаю, сколько народу полегло от наркотиков и от всякой такой хрени. Безусловно, безусловно. И это зло. Это великое зло нашего поколения. Они же полегли без моих песен. Они полегли до того, как он родился, без его песен, понимаешь? Да не надо валить наркозависимость только на песни. У этого есть совершенно другие причины и первопричины. Вселенная действует так, что каждое действие несет за собой цепочку последствий. Можно? И песни на это тоже влияют. Может быть и небольшую часть, но хотя испорченность одного человека может повести за собой народы. Нет, честно, честно, он частично прав. И на самом деле я много вещей в своей жизни делал необдуманно. Да никто с этим не спорит, Алишер. Я говорю про перекладывание ответственности и вины. То, что не нужно находить каких-то кридов, моргенштернов или еще кого-то, чтобы говорить о том, что вот мой ребенок купил себе наркотики из-за них, понимаешь? Но, слушай, я знаю... Не из-за этого. Я не купил из-за того, что не взял его за руку и не отвел на секцию юдос спортом заниматься. Я недавно понял одну простую вещь. То, что, вот как ты правильно сказал, очень много родителей перекладывают ответственность и нихуя не воспитывают детей. И я недавно осознал, что я действительно ответственен за воспитание многих в этой стране. Потому что родителям на них похуй. И вот это осознавая, я немножко хочу сейчас поменять вектор. Это правда. Потому что я знаю, что... Лучшее время это по спортивной истории обратиться и сказать то, что ты считаешь нужным. Я думаю, это будет сильно. К родителям, которым похуй на своих детей, я постараюсь вложить в них лучшее. А вы продолжайте бухать и перекладывайте на меня. Слушай, у нас много раперов в городе. Они говорят, что музыка у тебя офигительная. Просто вложи смысловой нагрузку, ты можешь поменять мир. Это тебе в карму плюсик какой-то. Я недавно только это и понял, что я действительно могу поменять мир. Я буду это делать. Я буду это делать. Я сюда пришел за этим. Я благодарю, что ты меня послушал. Круто. Вот это хардкор файтинг. Вот это хорошо. Красавчик. Вот это хорошо. Молодец.